Эх, взять что ли кредит, да, сделать из ванной сауну, греться в холода. У тебя что, кредитов мало? Да. В том-то и дело, что хватает. Ну вот я лично кредитов не беру принципиально. При том, что раньше жила в регионе, занимающем первое место в России по закредитованности. В Челябинской области из тысячи местных жителей половина брали различные займы. К тому же кредиты, кредитам рознь, бывает, что берешь одну сумму, а отдавать приходит совсем другую. Как не попасться на банковские уловки, знает Ксения Яковлева. Екатерина лицо показывать не хочет, но рассказать свою печальную историю считает необходимым. Все началось с того, что в одном из тюменских банков девушки одобрили кредит на сумму в 150 тысяч рублей. На очень выгодных условиях. Во время оформления документов вот этого девушка мне сказала что-то вскользь про страховку. Я не обратила внимания, договор был подписан. И потом, когда я уже перелистывала после подписания документов, я обратила внимание, что сумма уже не 150 тысяч, а 229. Оказалось, что на 79 тысяч рублей банк застраховал жизнь Екатерины, правда, без ее согласия. Условия прописали на отдельной странице и вложили ее в кредитный договор. На рабочем столе юриста Андрея Кремлева папки с десятками подобных дел. На кредитную уловку пострадавшие попались по одной причине. Людям при выдаче кредита полная информация не доводится, сколько реально денег придется человеку выплачивать. Нерадивым банкам открывать все карты заемщику до заключения договора просто невыгодно. Есть риск, что потребители откажутся от кредита, а коммерческая структура окажется без прибыли. Опознать такие учреждения просто. Обычно в качестве приманки они предлагают клиенту кредиты с низкой процентной ставкой. Убытки в таком случае компенсируют за счет страховки. Есть банки, их не так много в Тюмени, где есть действительно кредитные программы, тарифы. То есть, к примеру, без подключения к программе страхования, там, соответственно, процентная ставка годовых будет выше. И с подключением к программе страхования, соответственно, процентная ставка годовых будет ниже, потому что она будет обеспечена страховкой. Поэтому к выбору банка и кредитных условий нужно подходить вдумчиво. Однако, если вас все же застраховали, без вашего ведома выход есть. Нужно обратиться в страховую компанию и написать заявление о том, что вы желаете договор расторгнуть, просите сделать перерасчет и часть суммы денежных средств вернуть за тот период времени, за который услуга не будет оказывана. Информация о страховке может быть прописана и в условиях самого кредитного договора. В таком случае данную комиссию можно будет вернуть, обратившись в суд. Чтобы не попасть в просаг, при оформлении кредита уделите внимание странице, где указана эффективная процентная ставка и общая сумма займа. Ну и, конечно, помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ксения Яковлева, Павел Михайловский, Сибинформбюро.